Не хотелось бы начинать с минорной ноты, однако количество квартирных краш с каждым днем, увы, растет. Можно ставить дорогущие системы сигнализации, но они дорогущие. Капитан Очевидность очевиден. Можно завести злющую собаку размером со слона, но ее надо кормить, выгуливать и вообще. Многие любят котиков. Все чаще пользователи обращают внимание на всевозможные камеры, подключаемые к интернету и нашпигованные всякими умными фишками. С одной из таких камер, а может быть даже с самой лучшей из них, сегодня и познакомимся. Встречайте, B-Sight Pro. Она вот совсем не похожа на привычный всем образ камеры видеонаблюдения. Она похожа на студийный микрофон, на детский джойстик для авиасимуляторов. В общем, ни на что она не похожа. Разве что на деталь какого-то космического корабля из sci-fi фильмов. Кстати, да, девайс вызывает стойкие ассоциации с роботом-штурвалом авто из мультика Волли. Белый корпус сделан из очень прочного на ощупь пластика. В него встроен черный модуль с камерой, световым индикатором и микрофоном с фронтальной стороны, а также динамиками и разъемом для зарядки с тыловой. Выглядит она стильненько и органично впишется в любой интерьер. От офисного хай-тек до домашнего хай-тек. Наверное, именно поэтому камера снискала немало премий за дизайн, среди которых Computex и желанный каждым производителем Red Dot. А сейчас, внимание, фокус. Нет, я ее не сломал. Камера крепится к основанию с помощью вот такого магнитного шарнира. Он же позволяет вертеть камеру и наклонять ее под всеми мыслимыми и немыслимыми углами. Кто-то может усомниться в надежности такого решения, однако держится камера крепко. И чтобы отделить ее от базы требуется недюжинное усилие. База выдерживает вес в 4 раза превышающий вес самой камеры. Основание монолитное, предусмотрена только небольшая прорезь для тянущегося к камере провода питания. Достаточно длинный провод и блок питания есть в комплекте. Но вернемся к основанию. Его можно просто поставить на любую горизонтальную поверхность, а можно прикрепить к стене. В комплекте есть двухсторонний скотч и крепление, которое для пущей надежности можно зафиксировать анкерами. И они тоже есть в комплекте. Теперь камеру можно повесить хоть на потолок. Вставили, провернули, победа. Но главное в камере, конечно же, выдаваемая ей картинка. В цифрах все выглядит не самым солнечным образом. 2 мегапикселя, апертура 2.2. Однако по факту девайс выдает весьма годное изображение в разрешении 720p с 30 кадрами в секунду и углом охвата в 125 градусов, а также двухкратным зумом. Ну а теперь к самому вкусному. Для подключения можно использовать девайс на андроиде версии 4 или выше, или же на iOS версии 7 и выше. Устанавливаем приложение из соответствующего стора, вводим почту и изобретаем пароль. Подключаем камеру к вашей Wi-Fi сети и потом... Это звучит почти как Pelican E R2-D2 из «Звездных войн». Производитель назвал эту фичу «Let it be», что в машинном переводе означает «Пусть оно пчелка». Теперь даем имя нашей камере и ждем, пока создастся страшно зашифрованный 120-битным шифрованием канал. А еще готовимся удивляться, ведь девайс очень башковитый, и простым просмотром изображения в реал-тайме производитель, к счастью, не ограничился. Первое. Знай своих в лицо. С помощью приложения можно устроить небольшой фотосет четырем членам вашей семьи, чтобы камера начала их опознавать. Тогда вы сможете узнать, кто кошмарит вас с диетой, а сам коварно доедает последнюю пироженку в 2 часа ночи. Кстати, о ночи. Ночное видение у камеры тоже есть. Оно эффективно на расстоянии до 10 метров. Главное – предварительно направить камеру на холодильник. Второе. Мы построим свой скайп с Blackjack'ом и котиками. Напомнить вслух второй половинке, что «Есть пироженку в 2 часа ночи не лучшая идея». Или орать «Не-не-не, не в тапки, не в тапки, не в тапки» своему коту. Вторая половинка обреченно вздыхает, а кот, ну, он упрямо игнорирует все ваши мольбы и увещевания. Третье. Сфокусируемся. Можно выбирать некую особо важную для вас область. Например, дверь, окно или тот же холодильник, или многострадальные тапки. И при появлении некого движущегося объекта он будет непременно зафиксирован. Четвертое. Поработав, отдохни. Если вас не беспокоят коты и ночные дожоры, можно отключить эти фичи и дать камере выполнять ее основную функцию. То есть уведомлять вас о том, если кто-то решит появиться в квартире в ваше отсутствие. И период этого отсутствия вы можете настроить самостоятельно с помощью таймера. Например, я выхожу из дома в 9 и возвращаюсь в среднем в 8. Это значит, что в период с 8 вечера до 9 утра камера не будет меня кошмарить уведомлениями об активности. Ведь эта активность – это я. Пятое. IFTTT. Это, по сути, поддержка скриптов, доступных любому пользователю. Принцип прост. Если что-то, то что-то. С помощью стороннего приложения, так и называющегося IFTTT, можно задавать действия. Если опознал меня, выключаю уведомления. А если зафиксировал незнакомца, то, ну не знаю, свари ему кофе и включи Шопена. А если серьезно, то таймер, о котором я говорил в пункте под номером 4, может быть не совсем удобен людям с ненормированным рабочим графиком. Поддержка IFTTT позволяет этот нюанс обойти. Шестое. Самобытность. Камере не нужна карта памяти. Все записи отправляются прямо в облако производителя, где могут храниться 24 часа. Если вам этого недостаточно, через приложение или веб-интерфейс можно скачать любой интересующий вас ролик. Ну, ваш ролик, естественно. К чужим не пускают. И не пытайтесь меня спрашивать, откуда я это знаю. Седьмое. Безлимит. К одному аккаунту можно подключить неограниченное количество таких камер. И ничто не укроется от их зоркого взгляда. Все это волшебно. Вот серьезно, волшебно. Но есть несколько вездесущих но. Первое но. В одном из главных преимуществ камеры кроется ее главная слабость. Отрежьте интернет и отключите электропитание, и камера превращается в симпатичный элемент декора. Хотя проблема решается самым обыкновенным бесперебойником, к которому подключается камера и роутер. Второе но. Если вы хотите, чтобы ваши видео жили в облаке дольше 24 часов, то придется раскошелиться на подписку. Ценник, конечно, не кусается, но стоило бы сделать синхронизацию с каким-нибудь Google Drive или любым другим облачным хранилищем. Зато такой набор умных фич и только он. У ближайшего конкурента с куда более дорогостоящей камерой стоит около 100 условных американских долларов в год. Так что запросы производителя BSI вполне рациональны. Возвращаясь к нашей BSI Pro, появляется вопрос, кому же это надо? Да буквально всем, кто дорожит своим имуществом и спокойствием. А еще молодым родителям, а еще владельцам свободно разгуливающих по квартире домашних питомцев, а еще любителям стильных и технологичных вещей, которые приносят вполне осязаемую пользу. Почувствуйте себя в безопасности. И на этой позитивной ноте пришла вам пора оставить лайк, а нам отправляться готовить для вас другие видео. Подписывайтесь на канал и до новых!